Мы продолжаем нашу программу, у нас еще есть несколько минут. Что еще ты можешь рассказать эпохи жизни здесь, в Соединенных Штатах? Ну, здесь я с самого начала, я 25 лет здесь живу, я приехала в 90-м году, и мне так повезло, что буквально через два месяца я уже работала на радио, тогда это было первое подписное еще радио, так называемое подписное. То есть у людей были, Ярик, ты это помнишь прекрасно, у людей были приемники, такие специальные точки. Все работали, да. Да, с помощью которых они принимали этот эфир. То есть это было не бесплатное радио, не то что сейчас уже в машинах и в домах. И это, поскольку это было первое радио русскоязычное, конечно, у людей, у тех, кто соскучился по русскому языку, это было просто, это было действительно окно, ну, окно в Америку, наверное, потому что... Наверное, да. Валера, ты знаешь, извини, я тебя перебью, но дело в том, что все русскоязычные средства массовой информации старого стиля, ты обратила внимание, что они уходят в никуда просто? А так и должно быть, это нормально. Так и должно быть, все уходит в интернет сегодня. Да. Наверное, поэтому и мы перескакиваем в интернет, потому что там дальше ничего, я не вижу перспективы. Потому что это настоящее, это будущее. Да, да. И это правильно, старое должно отмирать, оно должно уходить. В любом своем проявлении. Но в любом случае, Валера, извини, опять же, тебя перебью, что у меня есть некоторая ностальгия по страну WMNB. Когда был Надеян, когда был Гусаров, да, когда были совершенно интереснейшие люди. Когда был Ося Сац. О, да, Сац, конечно, совершенно верно, да. То есть, когда Бузукашвили там же работал, да, это было нечто довольно очень, скажем так, приличное общество. Я уж извиняюсь, что я отвлекся от темы, но тем не менее, тем не менее, WMNB, это было все очень и очень прилично. Ну, я тебе скажу так, это было прилично, но ностальгии у меня нет. Я вообще человек не ностальгирующий, я же только сегодня. Ностальгии я вообще не мучаюсь, это не моя забота. Ты произнес слово, я уцепилась. Да, я понимаю, да. Это не мой характер ностальгировать. Но тем не менее, я просто говорю о том, что было. Ну, вот Миша спросил, что какие были вехи здесь. И да, было WMNB, потом было телевидение недолгое, недолго было WMRB. А вот потом у меня было последние 13 лет. Это RTN, где я работала и в качестве ведущей ежевечерних новостей в 9 часов вечера. И также я делала программу у нас в гостях. Это интервью с разными известными людьми, актерами, писателями, музыкантами, поэтами. Валера, ты видишь, мы одновременно практически выскочили из средств массовой информации, потому что создалась такая, ну, скажем, ситуация нетерпимости. Но так бывает. Я выскочил по украинскому вопросу, ты выскочила по-другому, но тем не менее, мы буквально одновременно вышли из этого. Да, да. Но есть чаша, когда чаша терпения. Когда чаша переполняется, то приходится уходить и вставать на свой путь вне тех правил, по которым они играют. Да, да. И это тоже нормально. И это нормально. То есть я не хочу играть по их правилам. И ты меня понимаешь отлично. В принципе, никто как ты меня, никто и не поймет даже. Да, но я тебе скажу, конечно, с моментом закрывания одной двери открываются две новых. Это уже понятно, это старая истина. Я, по крайней мере, могла из этого извлечь хороший урок в том смысле, что я закончила свой роман, который я писала несколько лет. Роман называется «Завтра была любовь». Сейчас он уже в стадии редактирования и оформления. И довольно скоро, я надеюсь, он выйдет в печатном виде. Потом я хотела бы сделать его... То есть он выйдет и в электронном, и в печатном виде. Позже я хотела бы сделать аудиовариант. Мы даже здесь параллельно идем, потому что я тоже заканчиваю книгу. Но это будет чуть позже. Где-то полгода мне до окончания. Вот вы знаете, мы когда сейчас беседуем и говорим о радиоэфире и о том, как голос, какое имеет влияние, какое имеет значение голос в эфире, и нет других инструментов, кроме голоса в радиоэфире. Но на самом деле-то мы вещаем не только в радиоэфире. То есть технически сегодня нет никаких проблем сделать это видеоэфиром. И как бы существуют такие инструменты, и мы ими пользуемся. О том, что вот пока мы ведем радиоэфир, да. И наши радиослушатели, они только нас могут слышать. Но технически, вот я, допустим, могу вас видеть, и вы можете видеть меня. И мы с Ярославом это уже обсуждали. Я могу тут рукой, ногой там дергать, передвигаться вот по сути. Михаил, мы это обсуждали, но эфир – это не телевидение в данном случае. Потому что я хочу себя видеть как бы, не знаю, там, и Валера, наверное, хочет себя видеть. Высоким блондином? Высоким красивым блондином? Господи, какой из меня высокий? Нет, нет, я высокий на самом деле, но из красивого блондина уже ничего не получится. Валер, да, ради бога. Я когда вот об этом говорил, я хотел сказать вот что. Вы оба заканчиваете, допустим, какие-то романы. Кстати, я тоже что-то там кропаю без Света Лухина. Я не заканчиваю, я только начинаю, да. Ну, не важно. Есть интернет, есть его возможности интернета. И Валера правильно сказала, одна дверь закрывается, две другие открываются. Вот сейчас есть возможность открываться дверям, и они, в общем-то, уже открыты. Надо все просто этим пользоваться. Если мы говорим, скажем, о презентации какой-то, будь то книга, будь то песня, будь то какой-то концерт. Сейчас с помощью интернета элементарно просто. То есть мы находимся в какой-то очень небольшой комнатке. И мы делаем такое вот событие, такое делаем интернетовское. И мы подключаем к этому событию с помощью, опять того же самого интернета, подключаем, ну, unlimited, совершенно необъятное количество потенциальных слушателей, зрителей, которые захотели бы это все послушать. По-моему, здесь возможности... Прекрасно, Михаил, я готов к тому, что Валера опубликует свою главу, и я свою главу. Одну главу, ключевую из романа. На портале Сангейтс. То есть мы будем... Если Валера согласится. Готово, абсолютно. Готово, абсолютно, да. Хорошо, да. Для кого мы можем... И тогда просто сравним тенденции и направления, кто куда идет. И кто о чем думает. Да, да, это не спор о качестве литературы, да. И кто о чем думает, вот совершенно точно. Вот именно, это самое главное. Кто о чем думает, и насколько наши мысли соответствуют действительности, и насколько они меняются в процессе нашей жизни. Отлично. Я тогда начинаю редактировать девятую. Прекрасно. Вот видишь, у тебя стимул появился. Да. Здорово, на самом деле, это хорошая идея. Почитаем друг друга, по крайней мере, да. Потому что одно дело говорить друг с другом, а другое дело читать друг друга. Это совершенно разные вещи. Да, но тоже здорово. Такие чтения, которые были когда-то очень модные, популярные, которые привлекали людей интеллектуальных, элиту. Почему бы нет? Причем интересно, что мы можем еще независимого эксперта пригласить, типа, ну типа, Тодора Тодорова, который будет слушать вот вашим, скажем... Вы знаете, если такого типа эксперта, то я согласен. Только, ради бога, не литературоведа. Не-не-не, ни в коем случае. Ко зачем нам это надо? Ну, это такой человек, он может просто по тексту, по, опять же, движениям, по телодвижениям, по лицу, ну, может много чего определить, что, в общем-то, он и делает. И я хочу объявить нашим уважаемым радиослушателям о том, что сегодняшняя программа, в сегодняшнем эфире у нас было два замечательных человека, и я очень рад в эфире познакомиться с Валерией Коренной. Спасибо, это взаимно. Я, извините, не в прошедшем времени, что значит было, будет? Ну, было сегодня. Ну да. У нас, да, сегодня. А то, что будет, конечно, будет. Будет. В принципе, да, у нас, в принципе, есть пятница, открытый эфир. Вот этот открытый эфир мы можем говорить на любые темы, приглашать людей, ну, в рамках, естественно, простите уже, Ярослав, в рамках неполитического шоу. Так а мы и сегодня не о политике говорили. Так мы и не будем о ней говорить. И не будем, совершенно верно. Ну, я думаю, на этом нам надо кончить, потому что там уже до Тодора, а нам надо еще передохнуть. И я благодарю уважаемых собеседников, Валерия Коренная. Спасибо огромное. Я вас благодарю, Миша, большое спасибо, что пригласили. Ярик, и, конечно, тебя за замечательный диалог, я бы сказала, триалог. Спасибо вам, и рада вас слышать. Надеюсь, что мы еще увидимся и в эфире, и в жизни. Да, Валерия, спасибо тебе огромное. На самом деле, я получил гигантское удовольствие от диалога с тобой, поэтому, ну, триалога, как ты говоришь, да, в принципе, и с Мишей. А потому что на одной волне. Вот, вот, вот. На одной волне. Вот слово сказано, да? Да, и этой песней мы заканчиваем нашу программу. Запастись на неделю фруктами с шоколадом, Вырвать с корнем компьютер на телефонный провод, Написать стихи не ручкой, губной помадой, На стекле, за которым ночь для хандры не повод. В этом зеркале ванной, с которым встречаешь осень, Ты вполне еще ничего, хоть давно не тридцать, Ты одежды можешь у самого входа сбросить. Ты давно не держишь в руке хрупкую синицу, Пусть летает в небе она с журавлями вместе, У тебя есть крылья и вход на любую сцену. Отличишь ты от правды ложь, а любовь от лести, И не сделаешь, что не хочешь, ты знаешь цену, И себе, и чужим словам ты умеешь слушать. Ты сама выбираешь, какую любить работу, Ты не будешь влезать в чужую судьбу и душу, Ты загадочно улыбаясь, смотришь с фото, Ты умелым движением ресниц можешь стать гранд-дамой, Ты вполне допускаешь, мужчина бывает слабым, А сама не бываешь капризной, пустою, упрямой, И спокойно уступишь все дуракам и бабам. У тебя есть сын или дочь, это сильный козырь, Ты оценишь слово простое, негромкой песеней, У тебя не бывает психоза и токсикоза, Ты умеешь любить мужчину без всяких, Если нет ни принцев, ни белых коней, ты про это знаешь, Ты на пару смотришь только как на картину, И того, кто ушел, ты ни словом не проклинаешь, Говоришь спасибо, что был и такой мужчина. Ты не ждешь короля и, конечно, не ждешь валета, Пусть они остаются в сказке, принцессы тоже, Ты не пьешь посуду, когда не найдешь ответа, И уже не боишься ни лет, ни морщин на коже, Ты спокойно смотришь на свой далеко не возраст, Что не двадцать, не двадцать пять, даже очень рада, Ты давно поняла, что любить никогда не поздно, И любовь к тебе не в том, кто проснулся рядом. Так что можешь съесть тонны две шоколада, Поболтать о чем-то глупом с пустой подружкой, И накрасить губы алой губной помадой, А потом впечатать лицо привычно в подушку. Спасибо большое, Валера, спасибо, Ярослав, спасибо, И до новых встреч. Ну, а те, кто нас слушает, оставайтесь в эфире, У нас через пару минут совсем скоро Будет ясновидящий болгарский экстрасенс Тодор Тодоров. Субтитры создавал DimaTorzok